Всем привет! Мы в прекрасном Санкт-Петербурге, и сегодня мы пойдем есть на Васильостровский рынок. Там очень много всяких разных заведений, где можно вкусно поесть, и поэтому прямо сейчас мы отправимся именно туда. Я предлагаю рассказать, у нас там, значит, есть грузинская кухня по-любому, армянская кухня, израильская, индийская, вьетнамская. В общем, там выбора просто. Я обязательно там попробую рамен, его хвалят в ноги. А ты что будешь? Я пока не решила, но я хочу что-нибудь грузинское, такое что-нибудь азиатское. Я пойду внутрь, а Маша пойдет на улицу. Да, ну что, прямо сейчас отправляемся туда, и мы вам все-все покажем. Пойдемте. Давайте посмотрим на Мари-Продукты. Это, короче, очень вкусно. Но это непонятно, но вкусно. Чисто импо, мое мнение. А вот морково лежать, если импо будет. И цены довольно обычные, 280, ну, 150, 350, дорого. В Воронеже было дешевле. Там 160 брала в фон, какое время было. Так, это, короче, десерт Мочи, как бы это очень популярный японский. Так, что здесь есть? Здесь есть манго-маракуйя, апельсин, касато. Что-то типа 200 рублей, что ли, я не поняла. Но я его ни разу не пробовала. Ладно, может, принято сюда. Почитать. А вот, кстати, все из авокадо. Везде, везде есть авокадо. Авокадо, кстати, очень полезно. Я думала, есть на завтрак с хлебушком, значит, когда маслится чуть-чуть, лососька, авокадо, там, помидорки. Ну, короче, ой, что-то с кофе. Вот он, рай! Посмотрите. У меня аж слюны не начинают текти после этих глюк на рвань. И, в общем, сейчас что-то выберем отсюда и возьмем. Ну, что, это будет хачапури по-аджарски. Давайте возьмем цена 490 рублей. Кстати, достаточно дороговато. В том же грузинском ресторане виной хачапури. Хачапури по-аджарски стоит 2 рублей 250-250 максимум. Ну, посмотрим, может, здесь что-то особенное добавляют. Или, может, там, корса вот такая. Вот, сейчас мы попробуем. Стоит такую штуку, нам нужно сесть и подождать. Но мы ждать не будем, мы пойдем еще возьмем. Что еще пойдемте. Кстати, моя любимая выхода пройдет. Тут просто невозможно не купить люди, которые не любят пива. Ау, в своем вообще уме. Я перегумела брать пива. Я возьму манговый шейк. Это просто что-то с чем-то. И самое главное, это грузинамская кухня. Сейчас посмотрим, что здесь есть. И очень сильно хвалят. Возьмем что-нибудь. Мы сейчас берем хога с курицей и манговый шейк. Готово. Пахнет. Так, ну что, пока Валя там ходит внутри Васильевостровского рынка, мы с вами пойдем снаружи. Пойдем. У нас встречает грузинская кикарня. Здесь разная выпечка. Самса. Кулечек. Пирожок, пирожок. Пахлава. Ну что, пойдемте дальше. Арнанский домик. И шашлык на угля. Ниндер, баран. Дальше есть шашлык, лаваши. Типа шаверна, наверное. Пойдемте посмотрим, что есть. Здесь у нас израильская кухня. Вот, что они периодически проводят. Чем еще проехать. А здесь, как я понимаю, можно заказать кухнями рампи. Многих валят здесь. Мамин у нас стоит вот 480 рублей. Болыба. 520-550. Нам дали вот такую штучку. Будем ждать рампище. Так, а еще я очень давно хотела попробовать мачо. Придется нам пойти, хваля гости, вовнутрь рынка. Пойдемте. Днемо этого стенда я вообще не могу спокойно пройти. Это просто моя любовь. И тут просто я замыкнулась. Все чисто я вообще не разбираюсь в мачо. Смотрю на минуту, и у меня просто взрыв мозга. О, я буду мачить и старшим. Я буду мачать. Итак, мы взяли грузинскую кухню, качапур в альжарске. Напомню, что она стоила 490 рублей. И нам принесли вот такую вот коробку. Очень похож на пиццу. Помните, что я говорила? Она будет огромная. Та-дам! Я это не съем вообще. Если как настоящие силы отламывать. Потом перемешиваю. Я ничего другого не ожидала. Грузинская кухня Лайк. Мы были в ресторане Ко. Кадо. Дали Кока. Это что-то типа салат. Бульон. Все это отдельно. И манго шейк. Манго шейк, я думаю, это всегда вкусно. Главное, чтобы манго был хорошим, мягким. Он такой неприторно-сладкий. И прям чувствуется, что это очень хороший манго. 390 рублей, это стоит своих денег. Ну, во-первых, это огромная бонус. Сколько литров? Ну, нет. 05, наверное. Метров очень вкусно. И переходим в фонд. Да. Во-первых, нам надавали очень много штучек. Основная часть. Это бульон. И какие-то 4 баночки со всякой жидкостью. Сейчас мы открываем, пробовать, что там внутри. Вообще, как это есть, я понятия не имею. Итак. Здесь внутри. Ростки, я так понимаю, или сойвые, или пшеницы, или что-то такое. Это лапжа в виде борисовая, зеленый лук, курица. А это мята, что ли? Это реально мята. Я вообще не знаю, что это делать. Первая баночка у меня. Это лимон. Имбирь. Имбирь и красный перчик еще. Наверное, пахнет, да? Следующая баночка. Я без понятия, что это. Но это можно есть. Так, следующая баночка. Это уксус. Сейчас напомню три. Так, последняя банка. Что-то типа тенчиком. Существует по всему, я просто должна сюда жарить бульон. Примешиваю. Я точно ее уже сама приготовила. Очень необычное сочетание мяты, бульона. Я ни разу не пробовала вьетнамскую кухню. Чем-то обдаленно напоминает кум-ям. Мне кажется, нравится, но ее нет. Короче, для любителей вьетнамской кухни, это, наверное, да. Мне пока странное сочетание. В общем, начиная от меня, наверное, четверочка. Но, учитывая то, что так, огромная очередь сюда стоит. То есть люди прям приходят конкретно сюда за этим. То, значит, это лучшее блюдо в Питере. Ну что, мы начинаем пробовать увольненную раппинку. Вот такой вот он у нас красивый. Здесь дали и такие приборы, и палочки, и вилочку. А, ну это, наверное, для баклажанов. По-моему, он стоит 480 рублей. Это, правда, очень вкусно. Так, здесь вот лимончик у нас. Это, значит, у нас яички. Так, креветка. Это у нас такие тут. Всякие штучки. Так, ну такой прям наваристый. Давайте еще попробуем креветку. Сейчас мы ее... Так. Неплохо, неплохо. Так, это, наверное, у нас макароны. Такие своеобразные макарончики. Это не кальмароны? Так. И вот этот лист. Вот это точно тесто. Здесь нори. Мы уже положили. Не забыли. Очень такой приятный вкус. Я думаю, что этого супа по насыщенности хватит на весь день. Это тоже что-то это для продуктов. Может, гребешок? Может быть. Оператор очень хорошо разбирается в моих продуктах. И перейдем к баклажанам. Я когда вижу слово «баклажаны» в меню, просто не могу устоять. Сейчас сейчас сезон баклажанчиков. Я тут планирую готовить закуску с баклажаном, под названием «четчечный лист». Обожаю баклажаны, хрустящие, кисло-сладкий соус. Просто что-то невероятное. Снаружи хрустящий, а внутри таки мягкий. Ну и соус, конечно, просто сокочек. Такой кисло-сладкий, чисто в азиатском стиле. Место называется «Рамен Бай». И реально здесь самый лучший, мне кажется, рамен, который я когда-нибудь поела. И я так понимаю, что не вообще все вкусное. Так что это на месту точное место. Терочку, бежать или сюда еще пьем. Перейдем к мачо. Мачо – это такой порошковый зеленый чай. Я никогда до этого не пробовала ее. Сейчас буду пробовать. Многие хвалят. Многие, я даже слышала, перешли с кофе на мачо. Хотя, интересно, почему. Совершенно разные вещи. Потому что она бодрит. Серьезно? Не знала, не знала. Слушайте, очень даже ничего. Я взяла мачо-фисташка. Прямо мне очень нравится. Я кофе-то уже давно не пью. Так, вот так она у нас выглядит. Слушайте, очень классно. Единственное, если я совсем поняла, она вообще не горячая. Еле-еле-еле теплая. И стоит мачо 260 рублей. В принципе, недорого, отличный капиток. Я даже чувствую, как он меня подлил. Ну что, друзья, мы показали вам прекрасный Василеостровский рынок. Мне очень понравилось. Я, значит, попробовала хачапури по-аджарски. Моя любимая грузинская кухня. Плюс вьетнамский какой-то суп, который я собирала вот так вот, вот так вот из всех баночек, тюбиков и так далее. Ну и, естественно, манглый шейк просто потрясающе. А я попробовала рамен, который валят. И мне он тоже очень понравился. И также я попробовала мачо впервые. И мне кажется, теперь я буду пить регулярно. В общем, очень классное место. Обязательно к посещению. Спасибо, что были с нами этот выпуск. Ставьте лайки, если вам понравилось. Пишите комментарии обязательно. Какие еще места хотите увидеть из Питера. И мы туда придем. Все попробуем, расскажем, поснимаем вам во всех подробностях и деталях. Пока-пока. Пока-пока.